В дальневосточной столице стартовал фестиваль «Книжные маяки Владивостока». Поезд с писателями, издателями, блогерами, который выехал из Санкт-Петербурга 3 августа, прибыл сегодня во Владивосток. Пассажиров на перроне встречали представители администрации и проявительства, местные сферы книгоиздания, литераторы, простые жители и гости приморской столицы. Как отметили организаторы фестиваля «Книжные маяки», в Приморский край они привезли не только книги, но и теплоту сердец, огромное количество пожеланий. Фестиваль во Владивостоке продлится три дня. В это время пройдут встречи с писателями, круглые столы, мастер-классы. Также библиотеки города в рамках проекта проводят акцию «Читающий август». Весь месяц будут проходить встречи с авторами книг, подкасты и экскурсии. Мы так долго к нему готовились, что ожидания самые радужные. Мы ждем этих известных людей, писателей, издателей, книжников. Поговорим в ближайшие три дня о смыслах, о важном, о том, что нужно читать, о том, что интересно читать. Я думаю, что и жители города, и мы получим какие-то новые впечатления, новые знания, узнаем о книжных новинках. Цель данного фестиваля – создать условия, чтобы 80% россиян читали в среднем не менее 12 книг в год. Об этом на пресс-конференции заявил президент фестивального движения «Книжные маяки России» Денис Котов. «Читающая страна имеет более высокий уровень самостоятельного образного мышления и вводения русским языком. Образное мышление позволяет спроектировать образ будущего, а русский язык позволяет договориться об этом будущем нам совместно и его воплотить. Точно так же, как мы воплотили книжный поезд, невозможно было бы его реализовать без поддержки Приморского края, без поддержки всех регионов на пути следования». А как отметила министр культуры и архивного дела края Елена Бронникова, книжные маяки России помогут еще больше сблизить Восток и Запад нашей страны через литературу. Правительство Приморского края поддерживает такие проекты. От имени губернатора Приморского края Олега Николаевича Кожемяка мы рады вас приветствовать на Приморской земле. Вы нам привезли еще и погоду хорошую, и хорошее настроение. Приморский край по итогам 2022 года вошел в двадцатку читающих регионов. «Для нас это очень важно, но в то же время, наверное, это и не удивительно, потому что наш губернатор сам очень увлечен книгами, литературой, очень читающий». Также уже четвертый год в регионе реализуется губернаторская краеведческая программа, по которой издается литература, связанная с Приморским краем. С прошлого года направляются субсидии с краевого бюджета некоммерческим организациям на реализацию издательских проектов. С два года было издано более девяти тысяч книг, которые поступают в Приморские библиотеки. Помимо этого в крае осуществляется поддержка молодых авторов в области литературы. С прошлого года им выплачивается премия. Так, известная российская писательница, автор около 50 детективных романов, суммарный тираж которых составляет более 38 миллионов экземпляров, Татьяна Устинова призналась, что очень любит Владивосток и приморского читателя. «Я страстно люблю Владивосток и губернатора Приморья. Поэтому, когда Денис Котов предложил мне прилететь во Владивосток на фестиваль «Книжный маяк», я не просто сказала «да», я закричала «да, да, когда вылетать, когда я готова сейчас уже лететь». Собственно, так оно все и случилось. Владивосток для меня город совершенно потрясающий. В Москве у меня спрашивают, на что он похож, на какой город, потому что мы все и авторы, и не авторы, ну, а мне кажется, особенно авторы, мы много ездим по стране и окрестностям ее, но я в основном по стране. И для меня Владивосток не похож ни на какой другой город. Фестиваль «Книжные маяки России» стал символом объединения жителей всей страны вокруг книг, общих ценностей и книжных пространств, таких как библиотеки, книжные магазины и музеи. Участниками «Книжных маяков» уже становились Олег Рой, Татьяна Устинова, Владимир Мединский, Александр Цыпкин, Андрей Курпатов, Татьяна Черниговская, а также другие известные писатели и деятели культуры. Анна Дьякова, Денис Фадеев, Новости на Восьмом.